Девочка-пай Вот мы говорим о какой-то эпохе, вот Древняя Греция, мы судим почему, что они построили. И вот лицо любой цивилизации – это объекты строительства. Лицо заслуженного профессора ДГАСу, академика Леонида Лиховича – это его университет. Потому что он один из тех, кто в команде ректора Геннадия Рогова из небольшого института создал престижный строительный вуз страны, по науке уступающий только столичному. Лихович – единственный в Сибири академик строительного профиля Российской академии архитектуры и строительных наук, имеющий государственный статус. За 60 лет преподавания учеников Лиховича набралось бы на большой трест. Впрочем, это далеко не все столпы истории Томска, которые возвел Леонид Лихович. Что касается проектирования сооружений минимальной материальной емкости, то здесь тоже есть интересные вещи. Они связаны с тем, что мы должны не просто запроектировать сооружение. Ну, колонну можно такую, она никогда не развалится. Но это дорого, это некрасиво. Надо ее сделать надежной, но при этом зарасходовать как можно меньше материала. Всю жизнь Леонид Семенович посвятит актуальные во все времена проблеме, как спроектировать надежное и безопасное здание, но с оптимальными затратами на строительство. А еще он предложит собственный метод расчета устойчивости зданий и сооружений, откроет новый подход работы со спектром собственных частот, знание которого необходимо при любой форме расчета конструкции на динамику. И вот я занимался как раз тем методом, который позволял надежно устанавливать спектр. Есть методы, которые пропускают какие-то частоты. А вот то, что мне удалось сделать, ну, этот метод не пропускает частоты, не пропускает критические силы. Заниматься исключительно наукой. Так, в свои 21 год выпускник Новосибирского строительного института будет планировать дальнейшее будущее. По распределению он отправится в молодой тогда Томский инженерно-строительный институт. Здесь за ним сохранится слава парадоксального педагога, потому что для многих поколений ему суждено будет стать любимым преподавателем труднейшего и потому ненавистного для студентов предмета строительной механики. Я до сих пор с восхищением вспоминаю. Почему? Потому что вот доска, которая крутится, да, классная доска, он пишет формулы абсолютно без всякой бумажки. Вот одна формула на доске не умещается. То есть он и пишет, пишет, если я не успел записать, это все, это конец. Он ее переворачивает доской и пишет дальше по памяти форму. Там формы такие. Я говорю, как же вы так можете? Он говорит, ууу, это все тренировкой дается. Он был секретарь комитета комитета, а я был членом бюро, пришел заводить экзамен, теорию упругости, достал билет и понял, что я, конечно, не смогу на него просто ответить. Нет, он мне говорит, сиди. Сиди, хочет, вот сиди. Ну, сиди, это значит, мне кто-то будет подсказывать, шпаргалку давать. Нет, Ленин, я не могу. Хорошо, я тебе ставлю два идей. Поставил мне два. Блестящий был лектор и блестящий преподаватель. В Тисе Лиховича изберут секретарем комитета комсомола. Это будет первый кирпичик стройной высотки руководящих должностей Леонида Семеновича. Этаж за этажом ректоры, сменяя друг друга, будут продвигать его по службе, нагружая все больше и больше. Ему поручат курировать стройку первого институтского общежития и параллельно вести занятия в 18 группах. Ну, когда молодой, все это идет легко. Сейчас бы я такую нагрузку не вытянул. Это была школа комсомольская. Она давала навыки организаторской работы. И для меня это была школа. Она мне потом очень много помогла, потому что там мы приобретали навыки работы с людьми. Умению понять людей, прежде всего понять людей, не заставлять их что-то делать, а понять, понять, что может каждый. И находить такие организационные формы, которые позволяли бы людям раскрыться. Комитет комсомола Тисси – это большая школа будущих генералов в строительстве. Те 15 человек, кто в 50-е начали работать с Леонидом Лиховичем, стали заместителями министров, главными инженерами крупнейших гидроэлектростанций, членами ЦК КПСС. Вопрос, наука или практика, требовательный к себе Лихович поставит и после трех лет работы в ТИСе. У меня стал выбор, что дальше-то. Ведь, понимаете, работать в ВУЗе и серьезно, и не заниматься наукой, ну это или просто уйти в проектную организацию, я чувствовал, что я могу быть хорошим расчетчиком-конструктором, или заняться наукой. Но я все-таки решил заняться наукой. Три года целевой аспирантуры пройдут в Новосибирске, в родном институте. После этого в один год 30-летнему кандидату наук предложат двухкомнатную квартиру, должности завкафедры строительной механики, декана строительного факультета и, главное, должность проректора по учебной работе. На последнее предложение ректору Михаилу Постникову Лихович откажет и займется своей докторской диссертацией. Напутствие ему на это после доклада на научной конференции в Москве лично даст Анатолий Смирнов, директор Центрального НИИ строительных конструкций. И он меня оставил. Оставил, попросил остаться, расспросил меня и сказал, значит, это ваша докторская. Я говорю, да я об этом не думал. Он сказал, вы знаете, пусть вас не смущает, что ваши результаты пошли дальше моих. Молодые должны идти дальше. И поэтому я очень рад, что вы этим занимаетесь. Я считал, что это брошенное направление, а вы его двигаете, куда нужно. Оформляйте докторскую, приезжайте защищать. За новым научным званием следом и новая должность. Обком партии в ультимативной форме назначить Лиховича проректором по науке. Я когда проходил собеседование с заместителем министра, он мне сказал, вот скажи мне, когда будет совет по защитам? Я говорю, ну вот я один доктор технических наук, надо, чтобы подготовить. Ну, у нас есть люди там, вот они там через 4-5 лет защитят докторские. И вот тогда мы наберем, ну, где-то лет 7-8. Он сказал, запомни, что пока в ВУЗе нет совета по защитам, это не ВУЗ. Понимаете? Поэтому у меня была одна из задач, как можно комфортнее создать условия для тех, кто может стать докторами наук. Их наберется в ТИСе 27 человек. Для них Лихович добьется сокращения преподавательской и общественной нагрузки, чтобы они могли заниматься диссертациями. Вскоре эта небольшая бригада ученых-строителей разъедется по передовым ВУЗам страны для обучения в целевой аспирантуре. Среди них был и ученик Леонида Семеновича Олег Кумпяк, сегодня заслуженный профессор, завкафедрой железобетонных и каменных конструкций ДГАСУ. Леонид Семенович находил время беседовать с каждым, кого он направлял в аспирантуру, отслеживать подготовку каждого молодого человека. И будем говорить, проректор по науке, бывая в командировке в Москве, находил время прийти к нам, мы жили на электрозаводской в Москве, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Что это очень было важно для нас, аспирантов, что о нас беспокоятся, нас ждут, нас знают. В момент назначения на должность проректора в арсенале Лиховича институт с полным научным вакуумом. Нет ни докторантуры, ни совета по защитам, ни научных школ с современной материально-технической базой. Даже отношения с головными строительными вузами страны, Москвы и Ленинграда, четко не выстроены. И за пять лет на посту проректора Леонид Лихович разворачивает мощную реконструкцию науки, закладывая фундамент для превращения института в университет. Вот за пять лет, вот у нас было 400 с небольшим преподавателем, за первые пять лет, что я был прореком, больше 140 человек ушло в аспирантуру. Представляете? И начали возвращаться кандидаты наук через 3-4 года. И мы начали расти. И буквально за несколько лет, за 3-4 года мы вышли среди строительных вузов на второе место по науке. С ростом веса в науке у ТИСИ растут и хоздоговора со строителями Томска. Они заказывают исследования для применения их на практике. Впоследствии Леонида Семеновича даже как эксперта приглашают в совет директоров домостроительной компании для консультаций о стратегической организации производства. Приглашают его бывшие студенты, активно застраивающие высотный Томск. Вот вы знаете, у нас страна такая советов была. И все очень любят это слово, потому что люди, которые дают совет, воспринимаются, как правило, как нечто такое ненужное. И очень редко, когда советы действительно имеют значение для человека, которому их дают. Так вот, в случае с Лиховичем, его советы – это самое дорогое, что вообще можно только получить в жизни от стороннего человека. Человека, который реально хочет помочь, реально хочет разобраться, реально понимает, структурирует все, что можно внутри проблемы и выдает единственный верный результат. Вот это Лихович. Объемы заработанных наук и денег позволяют ТИСИ полностью оплатить строительство нового учебного корпуса, здания научно-исследовательского института, создания лабораторий и оснащения их оборудованием, в том числе и опытного зала для испытания строительных конструкций. Ведь вот мы говорили только, что построилась лаборатория. Просто так она не строилась. Должен кто-то строить, и должен строить по тем умеренным ценам и тем деньгам, которым мы располагали. И Леонид Семенович находил этих союзников в лице домостроительной компании, завода ЖБК-100, который поставлял сюда частично железобетон. Испытательный зал ДГАСУ сегодня востребован строительными организациями с разных городов России. Они привозят сюда для экспертизы железобетонные, металлические и мостовые конструкции. Для этого в лаборатории все необходимое. Четыре ручья силового пола по 24 метра, мостовой кран, пресс до 1000 тонн и не только. Лаборатория аккредитована Госстроем России с правом выдачи сертификата качества. О Лиховиче не надо брать интервью, о нем надо снимать многосерийный фильм. Это человек, гордость нашего университета, гордость нашего города и гордость нашей России. И он возглавлял научные движения, направление науки во всех университетах Советского Союза несколько десятилетий. Благодаря чему наш университет строительный был всегда в тройке лучших университетов по науке в нашей стране. В конце 80-х у Томска по строительной науке второе место после Москвы. И Госкомитет поручает именно Томску возглавить Всероссийскую межвузовскую научно-техническую программу «Архитектура и строительство». В нее войдут более 50 вузов страны. Единогласно они выберут председателя этого научно-технического совета Леонида Лиховича. Им он будет руководить до 2004 года, а вместе с ним и конкурсом грантов по фундаментальным проблемам архитектуры и строительных наук. Необходимости его учредить министра убедит профессор Лихович со своими коллегами. Конечно, невозможно ничего было бы сделать, ничего достигнуть, не стать головным вузом по программе, по конкурсу грантов, не возглавлять науку в строительных вузах, нашему вузу, не быть головным, если бы у нас не было великолепного коллектива, великолепных ученых, которые сегодня пользуются в России подлинным признанием, настоящим признанием. Многие из них есть на этой доске. Также важным признанием высокого уровня томской строительной науки явилось избрание Лиховича академиком Российской академии архитектуры и строительных наук при одной вакансии на всю страну и девяти заслуженных претендентах. А еще присуждение ему званий почетного доктора Ростовского строительного госуниверситета, Воронежского национально-исследовательского университета МГСУ, почетного профессора Ассоциации строительных вузов. Но особый талант руководить руководителями Лиховичу пригодится не единожды. В 90-е, когда резко упадет объем хоздоговоров, у высших научных школ остро потребуются пути адаптации науки и образования к рыночной экономике и государственной дотации. Для этого губернатор Виктор Крес поручит создать группу из крупных томских ученых. Все они научные генералы своих учреждений, проректоры вузов, директора академических институтов. И снова невыполнимую дипломатическую миссию руководить группой вождей поручат Леониду Лиховичу. Он очень умный человек, очень толковый. Это старый, мудрый еврей, в хорошем, прямом таком смысле. Эрудированный, умный человек, толерантный по своей дотуре, теперь мы к чужому мнению. Умеющий мягко, но в то же время последовательно проводить какую-то свою гнуть, свою линию. Причем он гнул так, что ты не чувствуешь, как ты попадаешь в эту колею, которую он успел выкопать перед тобой. И тебе кажется, что ты едешь по своей колее. Вот это вот замечательно. В результате группа томских ученых под руководством профессора Лиховича сумеет убедить федеральные власти, что томский образовательный комплекс особый, при этом предложенная томичами подробная концепция адаптации науки, образования и высокотехнологичных производств, применима и к другим регионам. Программа получит поддержку президента России Бориса Ельцина. Каждый грамотный проектировщик знает, что идеально реализованных проектов в здании не бывает. Минимальные погрешности есть всегда, поэтому главное рассчитать коэффициент запаса. Его профессор Лихович и рассчитал для прочной конструкции храма томской строительной науки. Я стараюсь этому не придавать значения. Я считаю, что когда что-то делаешь, важно не изменять себе, быть в ладу самим собой, знать, что ты не идешь поперек совести. Вот и все. И делаешь все, что можешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!